И город изменился, и много чего нового стало. Город такой улучшается. Мне очень нравится, что происходит в нашем городе, даже учать этому не хочется. Норильск во многом изменился. В красоте, внешности, в заботливости о людях. Раньше, мне кажется, такого не было. Было как-то, ну, может, серо все. А сейчас ярко, чисто. То есть, как бы, постоянно каждый год что-то строится. Вот наши любимые остановки теплые появились. Город развивается. Дороги ремонтируют, какие-то делают площадки, парки новые, то есть, устанавливают. Ремонт дорог, новые теплые остановки, благоустройство. Все эти изменения замечают жители Норильска и гордо рассказывают о них гостям северного города. Люди говорят, город меняется к лучшему, и это, безусловно, радует. Радует и то, что при разработке новых проектов их авторы прислушиваются к мнению и пожеланиям горожан. Один из крупных проектов реновации – перестройка центральной улицы Мира в пешеходную. То же предложение жителей, рассказывает мэр Дмитрий Карасев. Мы с вами находимся на одной из самых центральных улиц Норильска. Это улица Мира. На этой улице запланированы и проводятся уже масштабные ремонтные работы. Почему мы решили начать именно с этой улицы? Ну, во-первых, потому что, когда мы формировали комплексный план социально-экономического развития Норильска и проводили ряд стратегических сессий с нашими горожанами, то практически на каждой сессии норильчане высказывали пожелание о том, чтобы давайте сделаем в Норильске пешеходную улицу, которая будет и зимой, и летом, и весной, и осенью закрыта от движения автотранспорта, где можно будет обустроить зоны отдыха. Казалось бы, зачем в городе, где 9 месяцев зима – променад? Обычно пешеходные зоны – это все же летние проекты, но не для Норильска. Мира будет пешеходный круглый год, летом здесь будут велодорожки, зоны для отдыха и кафе, зимой – лыжная трасса и каток. Еще одна прогулочная зона и новая достопримечательность, которая скоро появится в Норильске – Стелла – город трудовой доблести. Раньше на этом месте было декоративное сооружение «Солнечные часы». Теперь здесь появится Стелла высотой 30 метров со светодиодными экранами, пилоны в виде гор, а также благоустроенная площадь. Проводится большая работа по изготовлению всех этих конструкций. Мы планируем привезти это на территорию города Норильска и активно начать здесь уже собирать на этом Стелле. А пока все это изготавливается в Ростове, часть изготавливается, часть в Екатеринбурге изготавливается, часть в Красноярске изготавливается. Пока все это будет доставлено на территорию города, мы здесь должны подготовить полностью площадку, забурить достаточное количество свай, сколько это в проекте предусмотрено для того, чтобы как только Стелла придет с пилонами, могли бы ее установить и начать уже собирать. Но появляются не только новые места притяжения горожан. В Норильске также реставрируют объекты культурного наследия. Работы проводят на Ленинском проспекте. Основная сложность, говорят в мэрии, – получить разрешение. Дома охраняются законом, и все работы здесь должны быть строго регламентированы. Там, где разрешение удалось получить, ремонт уже идет. К остальным объектам приступят позже. Здесь мы уже приступили, да, к работам, потому как по этому объекту Севастопольская 2, он же Ленинский 4 здесь, удалось гораздо раньше оформить все необходимые разрешения для проведения на нем работ. Подрядчик сейчас ведет активную подготовительную работу, выставил леса, идет закупка материалов необходимых, подвоз людей. И в этом году в планах выполнить на этом доме первый этап – это вот эту лицевую часть и лицевую часть по Севастопольской. А в следующем году завершить уже на этом объекте работу и зайти в дворовую часть, и точно так же выполнить полностью оштукатуривание дворовой части вместе с окраской. Реновация Норильска – большой комплексный проект. Мы уже узнали, как он изменит сферу жилой застройки города, повлияет на досуг норильчан и внешний облик улиц. Но еще реновация – это про безопасность. В следующей серии отправимся на экскурсию по первому сданному объекту – пожарному депо в районе Аганер. Увидим новейшее оборудование пожарных и выезд расчета по тревоге. Алена Кузнецова, Сергей Токарев, новости ТВК из Норильска. Алена Кузнецова, Сергей Токарев, новости ТВК.